Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Выпустила по мишеням из Макарова 30 патронов. В двух ветеранских категориях 30 и 40 плюс нормативы были соответственно в 2 и в 3 раза меньше. Я стрельнул по личному рекорду, улучшил на 3 очка стрельбу. 256 проплыл на секунду лучше, 3,36-300 метров. И пробежал, бежать было тяжеловато, конечно. Подготовки было по времени мало. Не получилось набрать ту же форму в беге, что была на чемпионате вооруженных сил, но это не помешало мне победить. На старт международного турнира по офицерскому троеборью вышли ракетчики, летчики и пехотинцы, мастера спорта международного класса. Самарские офицеры в сборную России пока не попали, но потенциал есть, уверены тренеры национальной команды. Сейчас есть люди, которые тренируются и есть возможности трудоустроить еще отдельных представителей. Переводятся люди же военные, так устроена жизнь, что периодически из округа в округ переводятся. И поэтому мы это все отслеживаем, смотрим и готовим. Сборную Белоруссии тоже собирали по крупицам на чемпионате армии по офицерскому троеборью и внутри войсковой спартакиаде. В команду попали 7 человек. Сита отбора попытались пройти 150 военнослужащих. Если среди ветеранов кандидаты были известны заранее, то среди молодежи конкуренция была до последнего финиша. Тем не менее, Белоруссия не смогла победить в международном турнире вооруженных сил стран СНГ. Нам сложно тягаться с такой огромной спортивной военной державой, как Российская Федерация. Мы видим, какое огромное внимание уделяется спорту в России, в том числе армейскому спорту. В то же время мы готовились, показали высокие спортивные результаты. Я считаю, что мы выступили достойно. Сборная российской армии в итоге выиграла чемпионат на втором месте команды Белоруссии на третьем почетном второй состав сборной России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.